Продолжение следует... Продолжение следует... Какие-то аналогии или пророчества раз за разом опять встречаются и говорят к нам. Именно поэтому я неоднократно говорил и продолжаю говорить, что все, что выходит за уровень естественного, сверхъестественное, имеется в виду или пророчество, или видение, или молитва за исцеление, что это тоже дерзновение, низводить небеса на землю. Все это нуждается в том, чтобы использовать, но проверять. Помните это выражение, да? Проверять, проверять. И вот пророчество Захарии, оно пример того, как раз за разом слова им сказанные повторяются. Или ты проверяешь. Есть такой принцип в Торе, что когда пророк говорит, написано, первое, чтобы всегда в его слове была связь с Господом Богом и принципами священных писаний. Без этого даже не слушай его. А второе, что слова, которые он говорит, должны исполняться. А если нет, то это было просто слова. И если мы хотим получать и развиваться в духовном водительстве, нам нужно проверять эти вещи. И я думаю, что сверхъестественные вещи будут происходить с большей интенсивностью в грядущем. Поэтому не устаю вам говорить. Проверяйте. Итак, принципы, которые Господь раскрывает в пророке Захарии или через пророка Захарию, они очень часто актуальны и сегодня. И тех действующих лиц уже, может быть, и нету. Но какие-то вещи, они повторяются. И помните, там были такие образы, как кони. Кони вороные, кони пегие, кони белые. Помните, чаще всего это образы каких-то периодов, которые случаются в жизни человечества. И там были образы рабочих, которые всегда приходят и восстанавливают что-то. Образы рога. Помните, рог? И увидел я, как рог выходит в ту сторону или в другую сторону. Эти же принципы или эти же образы используются и в других пророческих книгах. Кто помнит в каких? Откровения. Откровения еще. Даниил. На самом деле Даниил и Откровения и Захария. Это, наверное, самые такие книги, которые говорят об эсхатологических временах. Хотя, повторюсь, это не всегда о нашем времени. Чаще всего они говорили как раз на тот период, когда они жили, плюс-минус 200-300 лет. Но подобно спирали эти слова можно видеть как, вау, здесь и здесь и здесь. Оно повторяется через сотни, через даже тысячелетия. И очень интересная мысль, когда Господь определяет чего-то, вот он говорит, пеги и кони туда пойдут, вороны туда пойдут, то ты как бы с этим ничего и сделать не можешь. И очень часто в кругу верующих существует такая идея, мы можем изменить план Бога. Нет, мы ничего не можем изменить. Мы можем только себя подстроить под его план, но изменить план Господа Бога мы не можем. Мы читали в пяти первых книгах или главах пророка Захарии о том, что Господь решает восстановить Израиль или Иерусалим. Там про Иерусалим написано, все, заплатил, я восстанавливаю. И мы знаем, что Иерусалим во дни Зарувавеля был отстроен, в дни Ирода это был великолепный город, но потом, бум, опять что-то случилось. И мы видим, как пророчество Захарии переносится через тысячелетия. И сегодня Иерусалим это место, куда любо-дорого поехать. И я, хоть мы живем здесь 150 километров от Иерусалима, я всякий раз приезжаю туда, чувствую просто трепет. Кто из вас чувствует трепет, когда поднимается Иерусалим? Неважно, в какое место ты едешь там, ты можешь даже не попал к стене плача, ты просто въезжаешь в город, тебя эти горы, все эти вот развилки, дороги тебя просто захватывают. И я верю, что присутствие Господня там, и я верю, что Господь определил сейчас время восстановления, и не дай Бог, чтобы что-то изменилось. В прошлые разы, когда мы говорили, я долго говорил об одеждах, в которые был одет первосвященник Егошио. Кто помнит? Помните, Егошио стоял перед Господом Богом в загаженных, загаженных одеждах. И это были человеком загаженные одежды. А сатан еще рядом стоял и обвинял его. Я всем говорил тогда, что чаще всего небесы виноваты в том, что мы чувствуем себя ужасно, и меньше на них нужно бочку катить. Чаще всего человеческий язык, сплетни начинают обволакивать нас, и именно поэтому Писание в разных местах советует нам быть поаккуратней, чем... И говорится, что молчание, оно золото, это не значит, что нам нужно заткнуться. Нет. Но мы должны взвешивать, как, с кем и о чем мы говорим. И я просто говорю, когда есть конфликтная ситуация, снимайте крышку, не держите, чтобы чайник закипел. Уходите в сторону. И потом не надо. Лучше отдайте... Потому что вы выливаете то, что там было, дерьмо, и на того человека, и сами пачкаетесь в этом. Никому это не нужно. Это принципы очень важные. Мы разбирали, что лидеры того исхода из Вавилона... Кстати, наша община называется Шавейтион. А период исхода из Вавилона в дни Зрувавеля назывался Шиват Сион. Очень похоже. Возвращающиеся на Сион. Лидеры того поколения или того периода, которое называлось Шиват Сион, проходили через ужасный духовно-интеллектуально-физический конфликт. И некоторые люди думают, что самая тяжелая работа – это настройки. На самом деле, вот эти люди Зрувавель, Егошуа, Эзра, Неемия, когда они пытались выстроить, свести людей вместе, спроектировать какие-то... Они просто были под ужасной духовной атакой. Знаете почему? Потому что ниши, ниши в этой области были закрыты. В этом Изоре они были закрыты. Им приходилось просто духовно прорубаться, чтобы выстроить то, что принадлежит Господу Богу. И это был сильнейший эмоционально-духовно-физический стресс. И мы помним, как Захария, пророк, приходит к Зрувавелю, и он не начинает ему так и так говорить, и Господь сделает то-то, то-то и то-то. Перед тем, как говорить направление, Захария вдруг начинает ободрять Зрувавеля. Нужно восстановить внутренность человека, чтобы направить его. Это тоже один из принципов пророчества. Если человек разрушенный, ты рисуешь ему какую-то прекрасную картину грядущего, он туда никогда не попадет, потому что его внутренность сокрушена. В начале и в этом сила пророчеств, настоящих пророчеств, когда человек получает ободрение и пророческое исправление, а потом ему говорят, и сделай один, два, три, четыре, пять, и тогда ты выйдешь в правильное место. И мы читаем здесь вот такая вот штука. И мы еще учили об двух маслинах и миноре посреди. И образ чего это? Кто помнит из тех уроков? Это герб Израиля. Но интерпретация может идти намного дальше. И мы знаем, что минора представляет из себя присутствие шехины Божьей на земле или присутствие Господня, дело Господа. Опять-таки молитва Отче наш, где да, воля Твоя будет на земле, как и на небе. И в этой работе присутствуют две маслины. По всей видимости, это, я так верю, что это те последователи Иешуа с одной стороны из Израиля, а другие принадлежащие к народам. Это очень сводится к пророчеству, там, где Иешуа говорит, «У меня есть овцы и не этого стада, есть другое стадо». То есть и те исполнят свою роль, и эти исполнят свою роль. Окей. Сегодня мы с шестой главы. Я буду читать. Если можно высвечивать на экранах текст, хорошо будет, или смотрите в своих Библиях. Пожалуйста. Шестая глава. И опять, я читаю с первого стиха, «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были, горы медные. В первой колеснице кони рыжие». Рыжие кони – это всегда что? Кто помнит? Война. Рыжие или красные – это всегда война. А во второй колеснице кони вороные, черные. Это всегда голод. В третьей кони белые. Чаще всего белые – это ассоциация с прямым действием Господа, то есть его суды. Это могут быть суды, это могут быть милость. Всегда по-разному. В третьей и четвертой колеснице кони пегие. Пегий – это комбинация рыжего или красного с белым. То есть это и суды Господни, и войны. То есть Господь через войну судит тот или другой народ. Иначе в речи я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, Господин мой. То есть я думаю, что пророк понимал, что это. Но это все как бы такой вопрос по типу… Помните, когда Адам прятался в кустах? Где ты, Адам? Типа Бог не знает, где Адам. Он знает, где Адам. Это вопрос к Адаму. И здесь, по всей видимости, это вопрос ко всем нам. Что это? Заинтересуйтесь. Приложите ухо свое. И я вот здесь хочу что-то сказать. Мы уже видели подобные аналогии в других книгах Библии. И я повторюсь. Когда Господь Бог посылает в какую-то сторону пегиих коней, или вороных коней, или белых коней, то здесь как бы мы должны понять, а в чем наша роль во всем этом? Можем ли мы чего-то изменить? Я повторяясь говорю. Это немножко смелое заявление в некоторых христианских кругах, что если мы будем молиться, то мы умолим Господа. Он изменит свое. Нет, Господь, что определил это все взвешено. И я хочу пояснить немножко, как оно взвешивается, чтобы, ну, по крайней мере, как я понимаю, я поделюсь с вами. Если у вас есть немножко другое понимание, или другое понимание, все нормально, потому что это вещи великие, и каждый может иметь свою собственную интерпретацию. Я говорил уже в Писании, часто используются так называемые синонимы. Алла, что такое синоним? То есть близкие по значению слова, они могут звучать совершенно по-разному, но они обозначают примерно одно и то же. И в Писании полно разными синонимами. Например, я сейчас даю пример, не касаемый этого примера. К примеру, я часто проповедую про исправление мира. Есть такое выражение в Писании тикун. Но есть подобное слово. И назовут вас восстановителями развалин. Та же самая идея. Или я использую тебя, Израиль, чтобы разрушать горы нечестия. Нечестия. Та же самая идея. То есть Израиль используется Богом, чтобы изменять этот мир. То же самое, как Бог говорит в третьей главе Деяний апостолов, 21 стихе, что Он исцелит или восстановит весь мир. Летикуно шелгаколь. Когда все будет изменено и восстановлено. Итак, синонимы. Они очень часто используются в Писаниях. И кто слышал такое слово бина? Как переводится слово бина, Севрита? Премудрость. Больше премудрость. Так вот, слово бина, она по сути является синонимом слова тора. Тора. Не та тора, которую мы имеем как пять книг Моисеевых. То есть пять книг Моисеевых – это комбинация заповедей, постановлений, уставов, исторических описаний. Пять книг, они все называются тора. Но мы понимаем, что когда Бог сотворял этот мир, Он использовал уставы и законы, которые выше нашего понимания. Это что-то настолько великое, что по всей видимости даже ангелы туда не могут ворваться и понять. Но Господь Бог использовал их, чтобы сотворить всю эту вселенную, не только физическую, но и метафизическую. Ангелов, уровни, тысячи дивных духовных существ. И Бог использовал какие-то законы. Вот когда строят здания, то если есть здесь инженеры или конструкторы, просчитывается все. Нужно такого-то объема железной арматуры, такого-то качества бетон, так и так это заливается. И тогда оно все будет стоять. И вот слова, которые записаны в притчах Соломона. Знаете, притча – это очень интересная штука. Один умный человек сказал, что притча – это как зерно, которое сеется в нас. И если мы обдумываем притчу, то это как зерно, поливаемое водой в благодатной почве. Она вырастает и раскрывает тебе разные вещи. Итак, синонимы. Синоним премудрости – это Тора или Тора – это синоним ее премудрости. И вот что написано в притчах. Это восьмая глава притчей. 22 стих до 24. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони от века. И я помазана от начала, прежде бытия земли. Я родилась, не было сделано, родилось что-то естественное. Когда еще не существовало бездны, когда еще не было источников обильных вод. В этой же главе 30-31 стих. Притчи 8, 30-31. «Тогда я была при нем, при Господе Боге художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его, во все время веселясь на земном кругу Его, и радость моя была сынами человеческими». Иешуа говорит что-то подобное. Матфея 5 глава 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока все не исполнится». Перевод здесь немножко слабоватый. Правильнее там было бы сказать примерно так. «Вся земля и творение содержатся словами Торы, и даже такие буквы, как маленький Юд, он удерживает все в стабильном состоянии». Сейчас я поясню это человеческим языком, о чем в этих притчах и то, что Иешуа говорит. Гуф Адам – человеческое тело. В нем есть как минимум две, намного больше есть, но как минимум две есть лимфатическая и кровяная система. Доктора знают про это. И наше правильное взаимодействие лимфатической и кровяной системы обеспечивает, что человек, даже заболев, восстанавливается. Это, по сути, жизненная сила нашего организма. Если человек ведет неправильное питание или то, или другое, какие-то нагрузки неправильные делает, то он нарушает эти две системы, или одну из них. И поэтому здоровье начинает падать вниз. Так вот, подобно лимфатической и кровяной системе, вот эти духовные законы, которые также можно сказать или премудростью, или торой, или, как Иешуа говорит, ни один Юд не пройдет, это какие-то великие законы, которые прежде, чем начать творение, Господь использовал, и они содержат весь этот мир в равновесии. Когда мы едем на машине, нам не нужно, чтобы за машиной ежесекундно бежал механик и чего-то там подкручивал. Когда Господь сотворил этот мир, Он устроил ее, основанную на вот этих сверхвеликих, человеку недоступных законах Торы, которые удерживают все это строение в невероятном балансе. И когда кто-то в этой системе начинает делать зло, то это не значит, что Господь приходит и бум ему бьет по голове. Система, Богом выстроенная на базе этих духовных законов Торы, дает ему бум, наказание, или благословение. И вот, когда мы читаем подобные вещи, как я, Бог, посылаю вороных или пегих, или рыжих коней в ту или в другую сторону, это значит, люди там своим поведением вызывают возмездие. Эта система начинает балансировать сама. Понятно, что у Творца, как у Верховного Конструктора, есть право врываться в эту систему. И мы видим такие врывания и в Торе, и в Пророках, и в Новом Завете. Наверное, в Новом Завете это самые явные такие вещи, когда человек идет по определенному ему пути, скажем, он прокаженный, и нету там уже пути на исцеление. И вдруг Ешуа приходит и говорит «Прощаю, очистись». Это просто невероятное вторжение в систему по благословению и благодати Бога. Но это тоже не просто так случается, потому что позднее было написано, что позднее исполнилось немощи и болезни понес на себе. То есть все равно компенсация сработала. И здесь кто-то получил исцеление, но эти раны и наказания пали на кого? На Ешуа. То есть система работает так, в которой мы живем. И именно поэтому, когда мы слышим слова пророчества, особенно больших пророчеств, что идет то-то или другое, или третье, нам не нужно это изменять. Нам нужно в этот момент говорить «Господи, дай мне мудрость и терпение, как пройти мне персонально?» Потому что большие вещи, определенные Господом Богом, мы не можем изменить. Поэтому немножко странноватыми звучат ранние старые харизматические молитвы. Мы на твою голову, сатана, наступили. Или мы отменяем это, или мы отменяем то. Но мы ничего не можем отменить. Мы можем только подстроиться, чтобы продолжать быть проводниками Божьего света в любых обстоятельствах. До сих пор понятно? Итак, Захария говорит ангелу, что это? И ангел отвечал, пятый стих, и сказал мне, «Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони, голод, они идут к стране северной, и белые идут за ними. То есть, с одной стороны, голод идет на север, и белые идут туда же. Это воля Бога. Я не знаю, чтобы помиловать или чтобы дать этим вороным коням совершить свою работу. Ипегие, то есть, это и человеческое, и Господня, войны, идут к стране на русском языке написано «полуденной». На иврите написано «Ле эрец тайман». Что такое тайман? Йемен. В сторону... Что? Нет, это не юг. Это Йемен. Если мы находимся в Израиле, а пророчество проходит здесь, вы знаете, где Йемен находится? В сторону Саудии и... Да, в сторону Саудовской Аравии и в ту сторону. Там написано «Ле кивун тайман». Это не значит, юг от нас – это Митсраим, а это в сторону Кедем, туда, выше. Послушайте, у Бога постоянно... Я уже говорил в прошлый раз, что проблематичная зона – это север. Сейчас поговорим на этом. Но там тайман, и все вот эти вещи, ИГИЛ, и все эти... И все это... Там же бесконечный балаган. Бесконечный балаган. Ну, продолжаю дальше. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. Для меня, как я понимаю, такие стихи – это знаки суда. То есть там грешили. Что такое страна северная? Вот для Израиля страна северная – это в первую очередь, и не забываемся, это Ливан и Сирия, или чаще всего просто Сирия. Потом это всегда Турция. Всегда Турция. Это всегда, сори, Украина, Россия, Польша и Германия. Это всегда. И если вы почитаете пророчество из Икиля, там, где написано Гог, Магог, и эти земли, и вы откроете старые атласы, которые расчерчены землями, вы как раз эти земли там и увидите. И это определение Господни. И вещи проходят, я повторяюсь, как бы по спирали. То есть что-то произошло там тогда в дни Захарии, потом это происходило еще многократно, и по всей видимости или люди живут так, или опять-таки это определено, я со страхом говорю эти слова, но вещи просто повторяются. И я думаю, что каждый из нас обязан молиться о милости и помощи, но скажем честно, мы ничего не можем изменить. Ну пошлем мы еще 200 долларов тому или другому. Мы ничего не можем изменить. Мы должны пытаться помочь слабому, но мы ничего не можем изменить. И нам нужно во всей этой ситуации просто молиться, Господи, в чем наша роль сегодня, кроме сострадания, кроме сострадания. И как здесь все понимают, Израиль находится и в политическом таком сложном положении, что ты не всегда можешь прямо таки уже во все стороны говорить, что ты хочешь. Но я говорю, отодвинем в сторону политику. Давайте мы просто человек или просто верующий, нормальный человек, без всяких фанатизмов. Кто я? Тогда, примерно в апреле, когда началась война, я помню, как Господь некоторым из нас сказал, Алия. Наша программа Алии, то, что мы помогаем иммигрантам, с того времени поднялась, многие удивятся, в три раза. В три раза мы помогаем массированно. Многие общины Израиля помогают массированно. Ну, мы знаем, что, к сожалению, из Украины Алия крайне маленькая. Это меньше, чем 30% за этот период времени приехавших в Израиль по статусу родства с евреями из Украины. Хотелось бы их всех сюда, но их всех повезло, понесло в Германию, Испанию и прочее Франции. И это, к сожалению. Но Алия есть. И я думаю, наша роль молиться о том, чтобы Божья чаша Алии наполнялась. Был когда-то в Израиле такой очень серьезный раввин Рав Кук. И он говорил, что когда Израиль, евреи в смысле, собираются в Эрот Исраэль, это как в великолепном кубке набирается великолепное вино. И это очень такая сильная и хорошая аналогия. Я продолжаю читать, я в 6 главе Захарии. Вы видите, как вещи сказанные тогда, понятно, я интерпретирую их, но они накладываются на сегодняшнее событие. И было 9 стих, и было слово Господне ко мне. Возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии, у Едая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона, и возьми у них серебро и золото, и сделай венцы и возложи на голову Егошуа, первосвященника, и скажи ему, так говорит Господь, вот муж, имя ему отрасль, он произойдет из своего корня и создаст храм Господень, он создаст храм Господень, и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Хилдай, Тови, Идай, это какие-то политическо-религиозные лидеры того времени, которые, по всей видимости, вместе с Зрававилем и Егошуа разочаровались, то есть, они чувствовали себя никак, и пророк приходит, и по слову Господа говорит, дайте мне дайте мне снимите с себя золото или там возьмите сними с себя золотые часы у жены своей подвеску и то и то, дайте мне, я сделаю с этого венцы, и эти венцы я возложу на голову тех-то и тех-то, и вы увидите, что это будет пророчество. Ну, во-первых, я хочу сказать, что иногда нас Господь побуждает, и не надо игнорировать это, делать какие-то странные действия. Когда-то пророк Ильиша взял соль и бросил в похлебку, и она исцелилась. У меня уже много-много лет в голове почему-то крутится этот образ, я никогда не могу до него дойти, сейчас рискую перед вами сказать, взять соль и рассыпать здесь по изору Кириат-Илиэйзера и Кириат-Илиягу и Бат-Галиму. Прошу вас, кто живет там, возьмите соль и просто жменьку, сделайте это. Пророк Захария делает эти венцы и говорит, вот так-то, и тут срабатывает одна непростая штука, то есть эти Хелдай, Товиа и Едай, они были на уровне, на уровне меньше, чем служение Егошуа, священника, первосвященника или Зарувавеля, или Эзры, или Немии. Но почему-то в контексте слов, обращенных к ним, звучит пророчество, что это результатом вашего настойчивого хода будет приход мужа, имя ему отрасль. Как вы думаете, про кого говорится здесь? Это стопроцентное пророчество о Машиахе. Вы знаете, если я думаю времена, по временам, то я немножко недоумеваю, как религиозные лидеры, пускай не первого, не второго храма, там они просто не поняли, что это был тот самый. Но более поздних поколений продолжают игнорировать Ешуа. Ведь было сказано Захарии, и они записали его в канон еврейского священного писания, как супер авторитетного пророка, а он говорит, во время восстановления второго храма придет Машиах, отрасль, муж. И что, его не было? Тогда, значит, нужно выкинуть всего пророка Захарию из Библии. Значит, лже пророк говорил, оно не случилось. Мы знаем, что оно да, случилось. Мы знаем, что оно да, случилось. А венцы те будут, я читаю дальше, 14 глава, будут Хелему и Товии и Адаю и Хену сыну Сафониуму на память о храме Господнем. И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Саваот послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться глаза Господа Бога нашего. Слушайте, я повторяюсь, это очень важный момент. Эти трое, четверо, мы только здесь про них читаем, и они наверняка не были, вот, как я уже сказал, уровня Зрувавеля или Эзры. То есть, они были другого эшелона руководители, но их имена идут в связке с отраслью, с мужем, который воссядет на престоле с Машехом. И это напрямую, это даже не аллегорически, напрямую говорит каждому из нас, что ты, казалось бы, маленький человек, что я могу сделать? Я могу молиться, я могу с кем-то поделиться словом, а может и не могу, только молиться могу и читать, но ты, от тебя зависит следующий приход этого мужа отрасли, который у вас сядет в храме, не так, как христианская интерпретация говорит, в третьем храме антихриста и прочая ерунда по книгам, по этим фильмам, апокалиптическим ужасникам, то, что они выстраивают, все это ерунда, Библия не про это говорит, Библия говорит, что когда он вернется как царь царей, вся земля будет храмом, в откровении написано, и видел я новый Иерусалим, это синоним храма, это синоним Малхута Шамаем, царство небесное, это синоним Эдема, мы не знаем, как оно все будет выглядеть, но после каких-то передряг оно все спустится, и люди прошедшие по всей земле через то, что называется Савлот Машиах, скорби Машиаха, все народы земли увидят, как избавление приходит. Я продолжаю дальше, седьмая глава, первый стих, «В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии и в четвертый день девятого месяца кис-слев». И здесь русский язык, конечно, торжествует. И второй стих, ну, просто откройте, пожалуйста, седьмая глава, второй стих. «Тогда, когда Вефель послал Сарицера и Реге Мехеля и спутника помолиться пред лицем Господа, кто все эти люди, иврит здесь очень просто говорит. «И послал человек по имени Бейт-Эль, который был сар-оцар, министр финансов и Регем Мелех, это был еще, наверное, его помощник, они послали людей к пророку вопросить». Некоторые вещи в иврите звучат крайне просто и не нужно выдумывать и фантазировать. Итак, повторяюсь, и когда Вефель, это Бейт-Эль, это имя, есть город Бейт-Эль, таким образом был назван человек, просто вот, я не знаю, среди нас есть тоже люди с библейскими именами или названиями, и он был сар-оцар, не сар-эцер, а сар-оцар, министр финансов. И его помощник Мелехрегев говорят людям, сами не могли, возможно, Захария был где-то на отдалении, говорят, пойдите вопросите, потому что мы не знаем, как нам прямо сейчас поступить, о чем спросить. И спросить у священников, которые в доме Господа Цаваота и у пророков, говорят, плакать или мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. Здесь я хочу пояснить одну вещь. В еврейской среде, так же, как и в христианских средах, есть то, что называется мейнстрим. Знаете, что такое мейнстрим? Ну, это как бы общее движение, но всегда есть крайние ребята, крайние ребята, крайние ребята, которые молодцы, они берут на себя какие-то дополнительные обязанности, потому что они чувствуют так от Бога. Никто не против этого, но проблема этих крайних ребят, что они очень часто думают, что так, как они живут, все должны жить. И это не так. Все живут по мейнстриму, но есть некоторые люди, на кого Господь возлагает некоторые дополнительные обязанности. Таких примеров очень много. Я вам дам пример в Луке в 11 главе. Можете не открывать, а можете открывать, как хотите. Там была такая ситуация, когда Ешуа говорил это, то есть там Ешуа был в среде фарисеев. Пришел один фарисей, позвал его один фарисей к себе обедать. Понятно, да? Один говорит, учитель, все тебя слушают, приди ко мне отобедай. Ешуа пришел и лег возле стола, а фарисей удивился и увидев, что он не умыл рук своих перед обедом, говорит, что ты делаешь, что ты руки не умыл? И говорится, но Ешуа сказал ему, вы все фарисеи внешность чаша и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением. Ну, то есть Ешуа ему вставил на личностном уровне, хотя он имел ввиду всех тех, кто не мейнстрим, крайних, но интересное здесь не в этом. Как учит Йосефа Шулам, кто знает Йосефа Шулама, и я доверяю его этому, когда здесь написано, почему он не умыл руки, на самом деле там написано, почему не совершил микву. И в Иерусалиме в первом веке, кроме мейнстрима, были крайние группы, чаще всего фарисейские, которые брали на себя обязательства, как сыны Аарона, коины, и они вообще перед всяким делом, им нужно было совершать полностью ритуальное омовение микву. То есть по Туре это предписано только коганим, но эти группа фарисеев, которые возможно были непонятно из какого колена, брали на себя такую же миссию. Очень часто я вижу, что некоторые нееврейские верующие, особенно за границей, когда они начинают быть членами мессианских общин, берут на себя такие обязательства, что в кавычках и самый лучший еврей такое не понесет, типа святее быть, Папа Римский есть такое выражение. И короче, вот эти вот ребята как бы говорят, а что ты не омылся, как мы? Я еще раз повторю, если Господь кому-то дает какие-то крайние призывы, я допускаю, что это может быть. Я допускаю, что могут быть какие-то крайние призывы и даже среди общины, может быть, и некоторым людям есть, но это не мейнстрим. Вы понимаете, да? И вот эти два по всей видимости тоже были каким-то крайним, крайней группой, я имею ввиду Бейт-Эля, министра финансов, и Регев-Мелеха. Они по всей видимости тоже были какими-то особо там молящимися людьми, все нормально. И они говорят, пророк, вот наступает время, когда мы берем наш обыденный пост, надо ли нам это делать, потому что мы видим, что Иерусалим восстанавливается. И было слово Господа, 4 стих 7 главы Захарии, скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли вы плакали, и когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете, не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены. И было слово Господне Захарии, так говорил Господь Саваот, производите суд справедливый, и оказывайте милость и сострадание каждый брату своего, вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг другу не мыслите в сердце в своем. Но они тогда, Бог им говорил, но они не хотели слушать, отворотились от меня, и уши свои отяготяли, чтобы слушать, и сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона, то рук и слов, которые посылал Господь Саваот духом своим через прежних пророков, зато и постиг великий гнев Господа от Саваота. Я не знаю, как эта штука работает, но я вам рассказал, как Тара работает, и здесь на нас срабатывает какое-то предвидение Господня о том, как люди будут поступать, и поэтому есть от него какие-то определения, которые мы не всегда знаем или не понимаем. И он говорит, враные кони пойдут туда, пегие пойдут туда, белые пойдут туда, и оно случается. и вот мы видим, где Бог говорит, они не слушали, я взывал, они не слушали 14-х, и развеял их по всем народам земли, которые не знали, и земля сия опустела после них, так, что никто не ходил по ней, ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустыней. Ну, я вот на этом стихе хочу остановиться, просто хочу сказать, что вещи, если мы не учимся на ошибках прошлых поколений, то наказание за подобные ошибки постигают нас. И вот здесь как бы от обратного мы видим слова, которым Господь призывает нас, каждого, и опять повторюсь, мы маленькие люди, но мы его люди. И для нас эта заповедь звучит, производите суд справедливый. Я читаю Захария 7-9. И оказывайте милость и сострадание каждой брату своему. Вдовы, сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Игорь сегодня говорил об аппетитах или о вожделениях. Сердце наше. Где мы? К чему мы? Для чего мы? Я думаю, принципы, которые Господь открывает через просто чтение этих слов пророчества крайне ясны. Понимать, что во всем присутствует Бог, его определение, и нужно просить о том, чтобы сохранить святость и быть чувствительными, как поступать в мире всем. Если мы это делаем, все будет нормально и собава, и он покроет и защитит нас. Кто-то может сказать за мной амин? Давайте мы все встанем. Больше всего хранимого храни сердце свое. Третий, четвертый раз я повторяю эти слова сегодня. Я прошу тебя, Небесный Отец, чтобы ты помог нам. Мы хотим видеть процветание Иерусалима слэш всего Израиля. Мы не хотим, чтобы всякие реформы неправедные или неправедные демонстрации разрушали наше бытие. Я молю тебя, Господь, помоги им там договориться, но не для своих благ, а для блага народа. Мы просим тебя, Господь, милости для тех, кто сейчас страдает за Юру Калмыкова, за бедственное состояние людей в Украине, за тех, кто потерял своих близких. Я прошу тебя, Господь, сверхъестественного водительства для нас, чтобы мы могли поступать правильно, чтобы наши духовные уши были открыты для наставления Святого Духа. Мы благодарим тебя, Господь, что тобой мы живы и существуем. Мы благодарим тебя за искупителя нашего Ешуа Амашеха, за драгоценную жертву, за то, что ты ворвался в наше бедственное положение, явив милость, раскрыв нам Спасителя. Благодарим тебя, Небесный Отец, за твою любовь к нам. Благослови и не оставь твоим сопровождением нашей жизни. Как царь Давид сказал, «Шиевити Адонай Ленегди Тамид». Я всегда одесную видел Господа. Очень люблю эту песню. Это провозглашение из псалма «Шиевити Адонай Ленегди Тамид». Иврахиха Адонай иешмириха Яр Адонай панав илиха иихониха Иса Адонай панав илиха иешем лиха «Шелом» Ленин來了 Jung Поднимала «Шиев Finish Адонай Ленегди Исна «Шиев Марканав В